Всем привет! Ну и сегодня мы поговорим о такой актрисе как Мина Гаденси. Она актриса, бывшая победительница конкурса Мисс Гонконг 84, а также является женой Сама Хуна. Мина не похожа на типичную китаянку, но в кино она снималась с чисто китайской самоотверженностью, участвуя в диких рискованных трюках и поединках, из которых невозможно было выйти без ушибов и синяков. Партнерами по площадке были Чоу Юн Фат, Юэнь Бьяо, Дик Вэй, Ричард Энг и другие. Оставайтесь с нами и вы узнаете интересные факты об этой актрисе. Джойс Мина Гаденси родилась 28 мая в 1965 году в Гонконге. Необычную для жительницы Востока внешность Джойс получила от отца. Он австралиец, а ее мама китаянка. Как и многие актрисы своего поколения, до того как стать актрисой Джойс была моделью. Агентство, на которое она работала, фактически заставило девушку участвовать в конкурсе Мисс Гонконг. В 1984 году она без особого труда выиграла конкурс, плюс получила специальный приз в категории Мисс Фотогеничность. И в этом же году выступила в Майами в конкурсе Мисс Вселенная, где взяла приз на конкурсе презентации национального костюма. Впрочем, нельзя сказать, что Джойс незамедлительно после этого триумфа на конкурсах красоты буквально завалили предложениями сняться в кино. Говорят, что здесь большое значение сыграло ее происхождение и не совсем китайской внешности, из-за которой ей неохотно доверяли значительные роли. Одна из первых малюсеньких ролей была в мистическом экшене «Седьмое проклятие», где также засветились такие актеры, как Чоу Юн Фат и Дик Уэй. Далее выходит фильм «Фиктивный брак» 1986 года, где партнером по съемочной площадке был уже Сама Хунг. 1987 год «Восточные кондоры». Помимо Сама Хуна, там появляется уже Юэнь Бьяо. Гаденси сыграла роль партизанки. Эта роль была одна из ключевой для Джойс. За нее она получила номинацию как лучшая актриса второго плана и потребовала от нее огромных моральных и физических сил. Гранды боевого кино не жалели ни себя, ни ее. Видимо, поэтому в последующие несколько лет Джойс снималась почти исключительно в комедиях и мелодрамах, таких как «Рожденный играть» 1987 года, «Бестолковая банда» 1987 года, а также «Жутко зловещий» 1988 года. Роли в этих картинах давались Джойс легко, потому что не требовали ничего, кроме как выглядеть красиво. Однако чуть позже в своей кинокарьере Гаденси вновь возвращается в экшен-жанр. В «Праве воровать» 1990 года она сыграла в паре с Юэнь Бьяо, а в «Она стреляет метко» на заднем плане оттирался сам Ахун. Он же играл главную роль в «Прайдохе против убийц» 1991 года. Фильм «Рейд» 1991 года, несмотря на массу китайских звезд в главных ролях, провалился в прокате, но впервые представил нам актрису в отрицательной роли помощницы, главного злодея. Жаль, что эта роль стала ее последним проявлением на тот момент на большом экране. В 1991 году Гаденси ушла из кино, а в 1995 году вышла замуж за своего избранника Сам Ахуна, но об этом чуть-чуть позже. В 1996 все-таки она светанулась в фильме «Мистер Крутой», где играл главной роли Джеки Чан. Потом она ушла в перерыв вплоть до 2005 года, где снималась в сериале «Класс повышенной опасности». И крайняя работа на сегодня – это сериал «Мрачные дни» 2010 года. Ну а что же в личной жизни у Мины? После выхода на пенсию, так скажем, в 1991 году она вышла замуж за сервисного инженера Чана Чи Фа из Малайзии в 1992 году. В 1994 они развелись и Гаденси вышла замуж за Сам Ахуна в 1995 году. Ну и честно вам признаюсь, возможно и видел с ней какие-то отрывки, но не как главную героиню. Ну вот она такая, Мина Гаденси. А где-то пишет, что Гаденси. Это были мои звезды VCS, оставайтесь с нами и не забывайте перематывать кассету на начало. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА